С древних времен механизм возникновения страха выполнял защитную функцию. Он ограждал нас от опасности. Многие люди инстинктивно боятся змей, потому что это качество передалось им по наследству от предков. Ведь те из них, которые боялись этих животных и как следствие их избегали, имели больше шансов не умереть от ядовитого укуса, чем те, кто проявлял бесстрашие в отношении ползающих тварей. Страх помогал выжить тем, кто его испытывал, и передать это качество своему потомству. Ведь только живые могут размножаться. Но, как вы знаете, страхи бывают разные. Например, у меня кластрофобия. Это страх закрытых помещений. Это не то, чтобы я сейчас нахожусь в комнате, и мне страшно. Фишка в том, что из комнаты я могу выйти. Но у меня возникает страх, например, в таких местах, как самолет, из которых выйти я уж точно не смогу. Ну а теперь вспомните, сколько раз за последнее время вы собирались что-то сделать, но так и не сделали. Если у вас бывали такие случаи, и вы испытывали страх в этих ситуациях, то зацените это видео, в котором я подобрал наиболее эффективные методы по избавлению от любого страха. Погнали! Для начала будьте готовы. Вероятность умереть в результате крушения пассажирского самолета составляет примерно 1 к 8 миллионам. Но когда я нервничаю, находясь в самолете, который заходит на посадку, мне не сильно помогают мысли о статистике авиакатастроф. Можно подумать, ну и что, что авиакатастрофы происходят редко? Ну и что из того, что на машине добраться до аэропорта по статистике более опасно для жизни, чем лететь на самолете? Вдруг я нахожусь именно в том самолете, одном из 8 миллионов, который рухнет. Допустим, да? В общем, эти мысли не спасают в те моменты, когда самолет начинает трясти, и он продолжает кружить над аэропортом. Любой человек, который испытывает такой страх, меня поймет. Для этого помогает реально оценивать ситуацию. Не факт, что катастрофа произойдет. Но если это случится, то так этому и быть. В любом случае, каждый когда-нибудь умрет. Такой образ мышления лично мне помогает в этой ситуации. Конечно, это не убирает страх полностью. Я все равно боюсь смерти, но это помогает быть более готовым. Ослабьте силу страха. Страх может обладать невероятной силой в разных ситуациях. Люди, которые подвергались такому страху, говорят об ощущении замедления времени. В такие минуты они чувствуют особый прилив энергии и инстинктивно знают, что делать. В то время как другие физиологические процессы занимают всего полсекунды. Чтобы вызвать реакцию организма, система страха работает намного быстрее. Страх также заглушает чувство боли. Понимание положительных сторон страха поможет использовать эту эмоцию в своих интересах. Например, многие люди испытывают страх перед сценой. Но этот страх может помочь повысить производительность и сосредоточиться на том, что в данный момент перед вами. Научитесь признавать и осознавать страх и направьте его туда, где он будет наиболее полезен. Большинство людей испытывает страх перед событием, но уже попав в это событие, они больше не чувствуют страха. Помните, что страх усиливает ваши чувства, поэтому вы можете выполнять определенное задание более эффективно и качественно. Представьте, что все, чего вы боитесь, уже случилось. В самой критической и тупиковой ситуации отбросьте страх и оцените текущую обстановку спокойно. Представьте самое худшее, что может произойти. И теперь постарайтесь смириться с этим. Далее нужно расслабиться, отбросить лишнее напряжение и собрать всю энергию для попытки поправить то самое худшее положение, которое вы себе представили. Поступая так, вы перестаете тратить все запасы своего организма на нецелесообразные переживания. Освобождайте своем для полезной деятельности, то есть поиска путей выхода из этой ситуации. И поверьте, как только вы успокоитесь, выход из тупика найдется очень быстро. Кстати, дальше в этом выпуске я расскажу про дыхательные техники, которые очень прикольные и на самом деле помогают. Но перед этим еще несколько пунктов, в которых мы порассуждаем о сущности страха. Мне нравится думать, что страх это всего лишь навсего программа. Представьте, что существует робот, который убирается дома, моет полы и, допустим, в том числе балкон. Робот при помощи датчиков может оценить высоту, на которой он находится. И чтобы он не упал с балкона, его запрограммировали таким образом, что его мозг подает ему сигнал остановиться, если он оказывается на границе перепада высоты. Вы ушли из дома, оставили бедного робота убираться. Но что вы обнаружили, когда вы вернулись? Робот застыл на пороге между вашей комнатой и кухней и не смог перейти в другую комнату из-за разницы высоты. Сигнал в его операционной системе приказал ему остановиться. Если бы робот обладал разумом, сознанием, то он понял бы, что нет никакой опасности на границе двух помещений, так как высота маленькая. Он мог бы перейти ее, несмотря на то, что мозг продолжает подавать сигнал об опасности. Сознание робота просто бы не подчинялось абсурдному приказу своей операционной системы. Еще один полезнейший совет – это загрузить себя максимально работой. Опасность, которая нас ожидает, страшна только до того момента, пока неизвестна. Как только она становится ясна, все силы идут на борьбу с ней, и переживать уже нет времени. Как перебороть страх даже в самой опасной ситуации? Отличный метод – это не давать себе ни минуты свободного времени. Когда деятельность заполняет полностью сознание, она вытесняет страх. Интенсивная деятельность – это один из наиболее эффективных способов преодоления тревоги, беспокойства и страха. Как, например, писал Дейл Карнеги. Человек, страдающий беспокойством, должен полностью забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния. Засучите рукава и примитесь за дело. Кровь начнет циркулировать, мозг станет активнее, и очень скоро появится жизненный тонус, который позволит забыть о любом беспокойстве. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство против страха и самое эффективное. Еще один важный пункт, который звучит супер просто – это расслабление, как физическое, так и умственное. Чувство паники, характерное при переживании многих фобий, касается не только умственных свойств, но относится и к физиологии. Зажатость мышц составляет человека сжиматься мысленно. При расслаблении тела расслабляется и ум. Эта зависимость действует и в обратную сторону. Оптимальный вариант – это не допускать напряжения в теле, сохранять относительную расслабленность. Тогда умственные возможности человека также позволят бороться со страхами. Простой способ избежать страха – это дыхание. Вдыхаем смелость и выдыхаем страх. Техника основана на зависимости физиологических проявлений страха. Учащенное биение сердца, прерывистое дыхание и потоотделение. От рационально организованного успокаивающего дыхания. Вдох. Легкая задержка. Выдох. Превышающее время вдоха в два раза. Подсознательные установки человека относительно страха могут быть преодолены с помощью разыгрывания роли уверенного человека. То есть плечи распрямляются, принимается осанка императора, высоко поднимается подбородок и на устах улыбка. Если задержать это физиологическое состояние в себе всего лишь на несколько секунд, то мозг откликнется на это действие тела и страх уйдет. Еще одно крутое упражнение. Оно называется «Дождись, пока суп остынет». Если задача кажется тебе не по плечу, то стоит выполнить это упражнение. Например, когда тебе предстоит какая-то важная презентация или может быть не очень важная презентация или неприятный разговор. Прежде чем выйти на эту ситуацию, выдели пару минут и представь себе, как ты остужаешь суп в тарелке. Ты сидишь или стоишь прямо и в своем воображении держишь в руках тарелку с супом. Сделай вдох через нос, а потом выдохни через губы, которые сложены трубочкой, как это обычно делают, чтобы охладить суп. Повтори это упражнение несколько раз, пока не заметишь, что взял себя в руки и сконцентрировался. Еще одно практическое упражнение. Это упражнение поможет избавиться от тревожных мыслей о будущем. Почувствовать себя здесь и сейчас и прогнать страхи. Его можно делать в любом месте. Например, во время конференции в метро или между делом за письменным столом. Сядь прямо. Ноги находятся на полу параллельно друг к другу. Выпрями позвоночник и почувствуй контакт со спиной сидения. Сидением и полом. Сосредоточь внимание на сидении. Положи руки на свои ноги, либо на подлокотники. Главное, чтобы было удобно. Представь, что стул соединен с полом и надежно закреплен в нем. Сделай глубокий вдох и представь, как твой страх при выдохе уходит сквозь стул в пол. Продолжай глубоко вдыхать, а выдохи постепенно делай продолжительнее. Выполняй упражнение, пока не почувствуешь, что ты расслабился и ты ядерный. Вот и все. Следующее упражнение это ха! Дыхание. Страхи парализуют нас. Но если мы будем действовать уверенно и последовательно, то мы сможем избавиться от них. Иногда помогает громкий крик или глубокий громкий выдох. Это наш посыл страху. Что мы его не боимся? Умелое сочетание обоих приемов воплощает в себе ха! Дыхание из йоги. Для этого встань прямо и закрой глаза. Установи контакт между стопами и полом. Ответь на вопрос, от чего хочется тебе избавиться. Например, определенного страха перед человеком или ситуацией. Сделай глубокий вдох. На выдохе подними колено. Обними его обеими руками и прижми к груди. Одновременно издай интенсивное громкое ха! Снова поставь ногу на место. В момент произнесения ха, ты опускаешь чувство, от которого тебе хочется освободиться. Повтори упражнение с другой ногой. Сделай упражнение примерно 10 раз в своем темпе. Медленнее или наоборот быстрее, ты увидишь, что с каждым ха тебе становится все лучше. Перестань искать препятствия. Это чересчур сложно. Я слишком устал, у меня нет времени. Сколько раз эти соображения заставляли нас отказываться от возможностей и не делать что-то важное. Мы выдумываем препятствия, чтобы не признаваться самим себе, что попросту боимся. Эти оправдания выглядят убедительными и в наших глазах, и в глазах других людей. Но ведь на самом деле масштаб препятствия зависит только от вашей оценки. Мы можем рассматривать его как преграду, а можем как вызов. Не преувеличивайте его масштаб. Не делайте из мухи слона. И двигайтесь вперед. Не привязывайтесь к результату и цените процесс. Иногда страх неудачи заставляет нас откладывать. Как мы уже говорили, какие-то вещи на потом. Бывает страх парализует нас, что нам не хватает времени что-то сделать. В том и в другом случае мы будем переживать, что не успели сделать что-то. Об упущенных возможностях и временем. Давайте помнить об этом и не повторять эти ошибки. Размышления о том, как избавиться от страха, не всегда добавляют нам решимости. Иногда это лишь удобное оправдание для откладывания дел. Лучше действовать, чем не действовать. Победа и поражение понятия условны. Они существуют только в нашей голове. Ну а в комменты, если вам не сложно. Если вы не боитесь, напишите, какой у вас страх. И поделитесь со всеми в комментариях. А также не забывайте поставить лайк, если видео было полезным. Подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое интересное, полезное и свежее. Спасибо за просмотр. А также зацени несколько наших предыдущих выпусков. Спасибо за просмотр.